Сегодня у нас второе занятие. Занятие, посвященное образованию Киевской Руси. Назовем мы его «Киевская Русь. Начало». Мы рассмотрим первые шаги развития восточнославянской державы. Первый вопрос – племенные союзы восточных славян и их соседи. В шестом веке из единой славянской общности выделяется восточнославянская ветвь. Всего их три. Напомню вам, южные славяне расселились на Балканском полуострове, западные славяне на территории современной Чехии, Польши, Словакии, а также восточной Германии. А на территории современной Белоруссии, России и Украины расселились славяне, которые впоследствии историки назовут восточными славянами. Это будущие русские, украинские, белорусские народы. Приблизительно в это время возникают племенные союзы восточных славян, которые заселили при Днепровье и соседние территории. Обычно расселение славян, локализация их расселения, то есть привязка к месту, связана с той или иной рекой. Так легче и проще их определять. Расселение восточных славян мы знаем из первой, дошедшей до нас. Это не значит, что это первая летопись вообще. Это первая, дошедшая до нас. Древнерусская летопись, повесть временных лет. Написана она в начале XII века. Чаще всего встречаются даты 1113 год. Год вошедствия на престол киевского князя Владимира Мономаха. Когда по его заданию летописец-монах Нестор создал первый русский летописный свод. Откуда есть пошла русская земля и кто в ней первый, нача княжицы. То есть главный изначальный вопрос, который рассматривался в повести временных лет, это вопрос о власти. По среднему течению Днепра и по реке Рось жили поляне. Скорее всего название произошло от того, что место, которое они занимали, это граница леса и степи. Лесостепи, ровная территория, поле, поляне. Западнее по Припяти селились древляне. Вот посмотрите карту. Западнее по Припяти селились древляне. В лесистой местности современная запад Киевская и Житомирская область. Их главный город Искоростень, главный город полян Киев, согласно легендарным основателям этого города. Ки, Щек и Хариф и их сестра Лебедь. Древляне лесистая территория, лес, скорее всего отсюда такое название. Севернее Припяти, то есть до Припяти были древляне. Севернее Припяти, Дреговичи. Дрегва по-белорусскому. Болото. Скорее всего отсюда такое название. В верховьях Днепра, по западной Двине и до Чудского озера Кривичи. Древнеславянский корень Кры, кровь. Кривичей историки обычно делят на три группы. Кривичи у истока Днепра и западной Двины, современная Смоленская область. Смоленские Кривичи. И главный город Смоленск. Западные Кривичи, которые расселились по течению западной Двины в сторону современной Латвии. И главный город у слияния реки Палаты и западной Двины Полоцк, это полочане. Полощане создадут Полоцкое княжество, начало государственности на белорусских землях. И северные Кривичи, территория современной Псковской области, вплоть до Чудского озера, до Эстонии. Между Днепром и Сожем, Радимичи, небольшая территория, не очень-то многочисленное славянское племя. По Оке, Вятичи, это самые восточные славяне. И самые восточные из восточных. Дальше уже начинаются финно-угорские территории. По рекам Десне, Сейму и Суле. Северяне. Современная Черниховская область Украины. Северяне. Обратите внимание, слово о полку Игореве. Литературный древнерусский памятник, замечательный источник по истории Древней Руси. Игорь, князь из какого города? Абсолютно верно. Новгород-Северского. В отличие, скажем, от Новгорода-Великого. А Новгород-Великий, главный город Ильменских славян. Самое северное из славян. И расселились они по берегам озера Ильмень. Современная Новгородская область. Их город Новгород. Сейчас Новгород-Великий, чтобы отличать от того же самого Новгород-Северского и от Новгорода-Нижнего, бывший Горький. В западных областях современной Украины Волыняне. Волынь отсюда. По Днестру. Современная Приднестровская республика. Тиверцы. По нижнему течению Днепра, ближе к порогам Днепровским. Уличи. По южному Бугу. Бужане. Давайте посмотрим карту. Вот зеленым цветом обозначены племенные союзы славян. Кривичи. Кривичи Псковские. Ильменские Словения. Самое северное. Вятичи, посмотрите внимательно. Самое восточное. Радимичи. Радимичи. Уже территория современной Белоруссии. Дреговичи. Древляне. Поляне. Северяне. Уличи. Вот на юге. Бужане. Тиверцы. Волыняне. Территорию современной Львовской области, Закарпатья, занимал племенной союз белых хорватов. Впоследствии вот эти вот южные славянские племенные союзы. Уличи, тиверцы, бужане, вынуждены были под напором кочевых ударов, под напором кочевников, хазар, печенегов, половцев, уходить на север. Присоединяться к волынянам, к древлянам, к полянам. Здесь же, на юге Украины, формируется такая малозаселенная территория под названием Дикое поле, которое, по сути дела, будет освоено только с приходом туда Российской империи во времена Екатерины II. Соседи славяне. Славяне быстро смешивались с местным населением. На юге это скифско-сармадские или ираноязычные племена. Это Украина. С финугорскими племенами их много. Чуть, Мере, Весь, Мордва, Мурома, город Муром. Мещера по берегам реки Оки. В основном на севере и северо-востоке. Это современная территория России. И с балтоязычными племенами. Литва. Латгалы. Латгалы это современная территория. Восточной Латвии. Район города Даугалпилс. На северо-западе. Беларусь. Вот соседи славян. Финоугорские в массе своей племена. Балтские и на юге. Ираноязычные племена. Еще раз обратимся к карте. Финоугорские соседи славян. Вот. На севере и северо-востоке. Балтские. Прибалтике. Литва. Латгалы. Дальше идут другие балтские племена. Жемайты. Земгалы. Селы. Прусы и отвяги. И на юге. Скифско-сарматские племена. И другие кочевники. Второй вопрос. Путь из варяг греки и из варяг в арабы. В девятом-десятом веке сложился торговый путь из варяг к греки. Он тянулся из Балтийского варяжского моря. Древнее название Балтийского моря. Варяжское море. В черное. Или как тогда называли. Русское море. Своё начало путь брал у богатых торговых северогерманских городов. Гамбурга, Любика, Бремена. Тех городов, которые впоследствии составят знаменитый торговый союз. Ганзейский союз или просто Ганза. В старонемецком языке термин Ганза означает некое экономическое сообщество. общество с ограниченной ответственностью, фирма, компания. Да, современная известная германская компания авиаперевозок. Люфтганзе. Из этих городов купцы на кораблях с товаром плыли по Балтийскому морю на восток. И здесь перевалочным пунктом и базой отдыха, Балтийское море большое, был остров Готланд с городом Висбю, современная Швеция. Город Висбю, по сути дела, музей под открытым небом. Со временем для охраны рынка, товаров и жителей города, город был обнесен мощной крепостной стеной. Он пережил многих завоевателей, особенно посягали на него датчане. И было за что посягать. Кто владел Готландом, тот владел северной частью, Балтийской частью торгового пути из Варягу-реки. Здесь шла бойкая торговля, шли товары из Западной Европы на восток, из востока на запад. Не могу не сказать, что ученые Белорусского государственного университета были на этом острове и участвовали там в археологических раскопках. Кстати, совсем недавно, в конце 2010-х годов. Сейчас это территория Швеции. Остров Пашты не пострадал в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, что во Второй мировой Швеция имела нейтралитет. Это благополучно отразилось на исторических архитектурных памятниках этого города. Да и острова в целом. Пройдя Финский залив, караваны входили в реку Нева. Нева единственная река, которая вытекает из Ладожского озера. Попадает много, вытекает одна Нева. Кстати, обратите внимание, что входили против течения. Против. Следовательно, на грибном ходе. Ну, или если бы удавалось поймать попутный ветер. Но течение нужно было преодолевать, поэтому чаще всего грибли на веслах. Затем в Ладожское озеро. Древнее название Нево. Вспоминайте Великую Отечественную войну. Вот как раз будет 70 лет снятия блокады Ленинграда. По Ладожскому озеру шла знаменитая дорога жизни. Как раз там недалеко, где проходил путь из Варяговой реки. Из Ладожского озера торговцы попадали в реку Волхов. Опять же, против течения. То есть, путь шел по рекам. На пути купцов стоял крупный торговый славянский город Новгород. Главный город племенного союза. Ильменьские Словения. На берегу озера Ильмень. Поторговав в Новгороде. Купив новые товары. Пополнив запасы еды. Купцы двигались дальше. По реке Лавать. Опять же, против течения. Затем попадали в Западную Двину. И приток Западной Двины реку Каспля. Каспля небольшая река. И дальше двигаться, по сути дела, водным путем некуда. Но рядом находится Большая река Днепр. Поэтому между реками сооружались специальные деревянные настилы. Часто подкладывали бревна, как катки, на которых ставили лодки, корабли и тянули их за канаты. Либо смазывали настил жиром, чтобы облегчить волочение. Волокли. Отсюда название такого места. Волок. Кстати, такое название дало впоследствии имя некоторым русским городам под Москвой. Волоколамск. Волок Ламский. Вот тебе и Волок, вот тебе и Лямка. Волоколамск. Самый известный Волок на пути из Варяг-Греки был между рекой Каспли и Днепром. Недалеко от деревни Гнездова, 14 километров от Смоленска. Это очень важный археологический памятник. Гнездовские курганы. Там до сих пор ежегодно осуществляют работу ряд археологических экспедиций. Культурный слой очень большой, находок много. Затем по Днепру суда устремлялись на юг, к Киеву. Киев последний крупный город славянский и торговый на Днепре на пути из Варяг-Греки. Выйдя из Киева, по Днепру, купцы встречались с еще одной проблемой. Днепр, пороги. Дело в том, что дно Днепра в районе современного города Запорожья имеет скалистую основу, каменную. И уровень воды над этими скалами подводными очень невысокий. Буквально метр-полтора. Жарким летом, когда Днепр мелел, и как раз шла самая бойкая торговля, ладьи купцов садились на мель. Приходилось выходить из воды, объезжать пороги и двигаться дальше, опять войдя в воду. Только этого и ждали кочевники, которые стремились ограбить караваны и присвоить себе эту добычу. Печенеги, хазары, половцы и другие тюрки, которые массово проходили по дикому полю в поисках добычи. Проблема порогов не была решена вплоть до 30-х годов 20-го века. В 1933 году при строительстве Днепровской гидроэлектростанции пороги были взорваны, а водохранилище, которое было рядом создано, подняло уровень воды так, что Днепр стал свободен в своем плавании. Кстати, будучи аспирантом, мне попался опубликованный документ в вестнике Академии наук Азербайджанской ССР. какое-то письмо турецкого инженера, которое он писал турецкому султану и подробно предлагал инструкцию с чертежом о том, чтобы ему выделили людей, порох, снаряжение, и он смог бы заминировать и взорвать эти пороги. Для чего? Для того, чтобы турецкий грибной флот поднялся с Черного моря вверх по течению, по Днепру, получается, вверх по течению, и разгромил Киев. И датирован документ 1667 годом. Как раз Андрусовское перемирие, как раз Киев отходит Московскому царству. То есть порог, Киевские пороги, извините, Днепровские пороги, Днепровские пороги, они имели двоякое предназначение. С одной стороны, они мешали торговле, но с другой стороны, они защищали Киев с юга по водному пути. Если вдруг вражеский флот хотел бы напасть. Ну, султан отказал, мотивируя тем, что не хватало денег в это время в казнь. Обходя пороги, караваны шли в Черное Русское море и оттуда в крупнейший средневековый город Европы, столицу Византийской империи, Константинополь. Русское название, царьград современный, турецкий Стамбул. Константинополь был столицей Византийской империи, государство, которое было преемницей Византийской империи, преемницей Римской империи. Официальный язык был греческий, основное население греки, и отсюда путь получил название Изваряк в греки. Второй путь, путь Изваряк в арабы. Для другой его название Волжский торговый путь Зваряжского или Балтийского моря в Каспийское море. Древнерусское название Хвалынское море. Кстати, народы, живущие рядом с Каспийским морем, туркмены, персы называют это море Хазарским. Там когда-то был Хазарский каганат. Ну вот, замечательная картина русского художника Иванова «Торг в стане восточных славян». Хорошо показаны восточные купцы. Вот, скорее всего, араб. Товары, которые около него разложены. Пленник, который продается в рабство. Третий вопрос. От Рюрика до Олега первые шаги русской государственности. Дата образования русского государства принято называть 862 год. Это событие связано с призванием новгородцами на княжение варяжского князя Рюрика. Варягами или же викингами, как они сами себя называют, норманами назывались скандинавские воины, которые занимались либо грабежом, к соседних территорий, либо нанимались на службу к местным правителям. Скорее всего, варяги были в Новгороде до 862 года. Потому что ранее, в 859 году, новгородцы изгнали варягов за море. Но это, в конце концов, привело к межусобице. Поэтому в 862 году новгородцы собрались на совет и решили послать за варяжскими князьями. «Приходите приходите и владейте нами земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». Так передает легендарные слова новгородцев повесть временных лет. Власть над Новгородом перешла к Рюрику варяжскому князю, который положил начало княжеской династии Рюриковича. Вот его скульптура в замечательном памятнике тысячелетия России, который был создан в 1862 году и установлен в городе Новгород-Великий. Там, откуда начиналась русская государственность. Замечательная картина русского художника Васнецова варяги. которые плывут из-за моря. Вот посмотрите их знаменитый корабль Дракар Большой Змей. Ибо его они считали большим своим домом, на котором они плавали и достигали даже берегов Северной Америки. После смерти Рюрика новгородским князем стал Олег. Родственник Рюрика или его старший дружинник. Олег в своей политике вышел за пределы Новгорода. И главная цель здесь, которую он преследовал, это контроль над всем путем из варяг в греки. Северной точкой контроля был город Новгород. он владел Новгородом. Южная точка контроля город Киев. В Олег Олег подчинил Киеву Смоленск, Чернигов, ряд других городов и племен. Повесть временных лет сообщает, что Олег постепенно объединил полян, славян, кривичей, древлян, родимичей, северян, а также финно-угорские племена. Чуть мере и весь. Олег совершил два похода на Константинополь в 1907 и 1911 и 1912 годах и подписал с византийским императором торговый договор, по которому русские купцы имели право беспошлино торговать в Византии. В историю Олег вошел под прозвищем Вещей, якобы за умение предвосхищать, предвидеть события. Именно таким его воспел Александр Сергеевич Пушкин в песне о Вещем Олеге. Обратимся к повести временных лет. И пришли и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. Изборск город недалеко от Пскова на Чуском озере. И от тех же варягов прозвалась Русская земля. Вот вам одна из версий откуда пошло название Русин. Что якобы это название принесли с собой варяги. Возможно их же звали Русин. Русин. Впоследствии этот термин распространился на ту территорию, которую они контролировали. Новгородцы же те люди от варяжского рода, а прежде были Словени. А прежде были Словени. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор и принял всю власть один Рюрик один и стал раздавать мужам своим города 862 год. Тому Полоцк это наш Полоцк имеется ввиду. Тому Ростов не Ростов на Дону, а Ростов около Владимира. Другому Белоозеро город на север России. Варяги в этих городах находники то есть пришлые окоренное население в Новгороде Словении в Полоцке Кривичи в Ростове Меря финно-угорское племя в Белоозере Весь в Муроме Мурома и над теми всеми властвовало Рюрик. По сути дела при Рюрике и Олеге произошло объединение всех или почти всех славянских племен в единое целое за исключением может быть только на территории современной Западной Украины это дело довершит Владимир и Вятичей присоединит Святослав самых восточных славян. Четвертый вопрос Игорь и Ольга дела внутренние после смерти Олега в Киеве стал княжить Игорь сын Рюрика при Игоре произошел мятеж древлян не пожелавших выплачивать дань киевскому князю и тем самым выказывать ему подчинение Игорь был убит но его жена Ольга взявшая власть в свои руки жестоко отомстила за смерть мужа истребив почти всех древлян и тем самым сохранив единое единство в государстве однако опасаясь что другие племена могут поднять восстание Ольга упорядочила сбор дани чего раньше не было она установила фиксированный размер время время и место сбора дани время урочные уроки место сбора дани по госты дань взималась тюнами специальными чиновниками можно так их назвать на современный лад Ольга приняла христианство крестившись Константинополя в Киеве уже существовала христианская община но позиции язычников как среди простого народа так и среди власть имущего круга среди тех же варяжских дружинников были очень сильны так что Ольга не попыталась сделать христианство государственной религией скорее всего просто в этом еще не было надобность кстати обратите внимание первые реформы на русских землях провела женщина Святослав дела внешние 5 киевский князь Святослав сын Ольги и Игоря под влиянием языческой дружины отказался принять христианство он проводил воинственную политику и христианские идеалы можно предположить мало сочетались с ней Святослав нанес поражение Волжской Болгарии разгромил хазарский каганат главную враждебную силу Киевской Руси в то время разрушил столицу Хазар Итиль в устье Волги а также хазарские крепости Саркел на Дону построенную византийцами и Семендер при Кавказе современный Дагестан представьте какова география походов Святослава на Волгу среднюю затем на нижнюю Волгу а затем на Кавказ уничтожив хазарский каганат Святослав подчинил вятичей плативших дань Хазарам Святослав активно воевал с кочевниками печенегами также с жителями Кавказа ясами или аланами предки современных осетин и косогами предки современных адыгов адыгея майкоп обратите внимание как разительно его политика отличается от политики Игоря и Ольги они занимались делами внутренними он занялся проблемами внешними а может даже не только занялся проблемами но и искал проблемы и нашел в 968 году Святослав включился в болгаро-византийский конфликт конфликт Византийской империи и первого болгарского царства Византийская империя рассчитывала использовать воинственного князя в своей борьбе с первым болгарским царством но Святослав после победы над болгарами захотел перенести столицу Руси на Балканы и там основать новый центр своей новой державы такой оборот не понравился Византии которая организовала поход печенегов на Киев с целью отвлечь Святослава от болгарских дел но Святослав быстро возвратился к Киеву разгромил печенегов и отправился во второй поход на Балканы который окончился неудачно Византийский император Иоанн I Цемисхий изгнал Святослава из Болгарии возвращаясь домой Святослав вступил в бой с печенегами у тех самых знаменитых Днепровских порогов и был убит Вот знаменитая картина русского художника передвижника Клавдия Лебедева Светлослав встречается с Цемисхием Тут он воспроизвел Клавдий Лебедев портрет Святослава сидящего в лодке по тем описаниям которые сохранились в летописи Посмотрите какой диссонанс пышно одетый заносчивый император Иоанн Цемисхий на самом деле неплохой полховодец и воин и простой скромно одетый как будто запорожский казак Святослав Выводы Восточнославянские племена расселились на огромной территории от западного Бугу до Аки и от озера Ильмень до Низовья в Днепро Эти племена станут основой трем народам русским белорусам украинцам Второй вывод Объединенные под властью Рюрика и Олега Восточнославянские земли легли в основу древнерусского государства получившего название Древняя или Киевская Русь Третий вывод Князья Игорь Ольга продолжили политику укрепления государственной власти Ту политику которую начал Рюрик и Олег Четвертый вывод Князь Святослав расширил границы Киевской Руси и вышел за пределы Восточнославянских земли